Здравствуйте! Это программа Афиша. С вами Светлана Кудрявцева. Впереди выходные и я расскажу вам, как интересно использовать и провести эти дни. В субботу в Театре Самарская площадь комедия «Женитьба» по пьесе Николая Васильевича Гоголя. Успешный чиновник в расцвете сил никак не решится обзавестись семьей. Вроде бы и время давно пришло, хочется тепла, уюта, детей. Только вот сама процедура смотри на ухаживание, сватовство и женитьбы пугает. Близкий друг берется за дело и все вроде бы удачно складывается. Невеста хороша, конкурентов обскакали и уже объявлено о венчании. Но не все так просто. Как сложится судьба героя можно узнать 11 марта в Театре Самарская площадь. Начало спектакля в 18.00. В музее Рязаново в субботу лекция «Все, чтобы свести кавалеров с ума». История женского повседневного быта в дореволюционной Самаре. В первые десятилетия 20 века женщины осваивают новые профессии, занимают интересные должности. На лекции можно познакомиться с женскими журналами, узнать об общественной деятельности домашних занятиях жительниц Самары до 1917 года. Начало лекции в 16.00. В воскресенье в Литературном музее в 14 часов обзорная экскурсия жизни творчества Алексея Толстого. Зрители проведут по всем основным залам экспозиции. Они включают в себя квартиру, обставленную как в годы жизни писателя, и залы, в которых хранятся памятные книги, рукописи, записки, документы, фотографии и предметы того времени. А в 16 часов в том же музее вас ждет настоящее расследование. В темноте, лишь при свете свечей, вы разгадаете тайну усадьбы Алексея Бастрома. Кто был этот человек? Почему в его усадьбе жил Алексей Толстой? Стихи укажут путь к разгадке всех тайн. Все экскурсии по предварительной записи. В детской картинной галереи до 2 апреля продолжается выставка «Двери в сказке». В особняке Клодта маленькие и взрослые посетители вспомнят любимых героев и увидят их в авторском исполнении художницы Ольги Бакановой. В одном зале расположилась норка хоббита Бильбо, а в другом – вилла курица, где жила Пеппи длинный чулок. Большой зал посвящен периоду святок и Рождества, где маленькие зрители узнают о святочных гуляниях и обрядах, увидят перестяные маски личины, поучаствуют в гадании и познакомятся с традиционным театральным вертепом. Тем временем Самарская филармония запустила старт продаж абонементов нового концертного сезона. Покупая их, вы сможете сэкономить время и средства, спланировать досуг своей семьи на год вперед. Выбирайте отдых по душе теплых и творческих вам выходных.